Что будет с автомобилем при банкротстве? Как сохранить автомобиль при банкротстве? В банкротных реалиях существуют и законные варианты, и в обход закона. Вам всегда проще продать то, что вы хотите слышать, наобещать вам того, что все будет сохранено. Что будет с автомобилем при банкротстве? Как сохранить автомобиль при банкротстве? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел по всей России, также обучаю юристов. В этом видео я расскажу, что будет с автомобилем при банкротстве, а также, что будет с автомобилем при банкротстве, если этот автомобиль оформлен на супруга. И также вам дам инсайдерскую информацию, как сохранить автомобиль на сегодняшний день. И давайте договоримся, если видео вам будет полезным, вы поддержите меня, поставите лайк. А если что непонятно, зададите вопросы в комментариях. Итак, предположим, вы решились на банкротство, то есть списать все долги через установленную законопроцедуру. Подаете заявление о вашей несостоятельности в арбитражный суд по месту вашей регистрации. Суд ваши документы принимает и назначает дату первого суда в интервале от 15 дней до 3 месяцев. И в эту дату признает вас несостоятельным банкротом и вводит процедуру. Она называется реализация имущества. Вводится сроком до 6 месяцев, как правило. Так вот, в дату первого суда также будет утвержден финансовый управляющий. Он-то и будет направлять запросы во все государственные органы. Он-то и выявит, что за вами и за вашей супругой или супругом при наличии зарегистрировано транспортное средство. Органы ГИБДД представят финансовому управляющему всю запрашиваемую информацию. Когда были сделки, какие транспортные средства зарегистрированы, договоры и так далее и тому подобное. В связи с этим скрыть транспортные средства не получится. Так что будет с автомобилем, когда финансовый управляющий выявит тот факт, что за вами или за вашим супругой или супругом зарегистрировано транспортное средство? Финансовый управляющий потребует это имущество передать на хранение. После чего будет организовывать продажу этого имущества. Либо на электронной площадке, либо посредством прямых продаж, если стоимость имущества до 100 тысяч рублей. Если вы или ваш супруг или супруга отказываются передать автомобиль на хранение финансовому управляющему, финансовый управляющий вправе посредством приставов, посредством исполнительного листа изъять это имущество. И что самое худшее для вас может быть, вот такое поведение, что суд по итогу с вас долги может не списать. Простыми словами делаем вывод, что скрыть имущество от финансового управляющего и не передать ему не получится. Пару слов скажу про имущество супруга или супруги. Если этот автомобиль куплен в период брака и оформлен на вашего супруга или супругу, не банкрота, то по закону это общее имущество. И по закону это имущество также должно продаваться в деле о банкротстве супруга. На каком основании? Статья 213.26. И у меня было несколько подобных дел. Я как финансовый управляющий вела процедуру и выявляла в процессе имущество, которое зарегистрировано на супруга банкрота. И это имущество в деле о банкротстве продавалось. И что было с деньгами? Вырученные средства 50% от этой суммы выплачивалось супругу, не банкроту. И 50% включалась в конкурсную массу должника для того, чтобы погасить требования кредиторов этого должника. От непогашенной части, от всех долгов далее гражданин освобождался. У меня даже в практике был случай, когда я выявила имущество, которое зарегистрировано за супругом, не должником, не банкротом, залоговый автомобиль. И по этому автомобилю пришлось организовывать торги. Только вырученные денежные средства здесь распределяются по-другому. Большая сумма идет залоговому кредитору. Так как же сохранить свой дорогостоящий любимый автомобиль, либо автомобиль супруга или супруги, если это совместно нажитое имущество? В банкротных реалиях существуют и законные варианты, и в обход закона. Да ладно! Юристы используют пробелы в законах и предлагают различные схемы и варианты. Начну с законных. Первый вариант – это пункт 2 статьи 213.25 закона о банкротстве. Также есть разъяснение в пленуме номер 45 о банкротстве граждан. Так вот, гражданин в самой процедуре банкротства может подать заявление и исключить из конкурсной массы, простыми словами, чтобы в деле о банкротстве его имущество то или иное не продавалось. На практике такое происходит крайне редко, но тем не менее происходит. Мои юристы относительно недавно исключили из конкурсной массы и сделала о банкротстве автомобиль стоимостью более 200 тысяч рублей. Второй вариант – это раздел совместно нажитого имущества. Если ваш автомобиль оформлен на супруга или супругу, ваш супруг или супруга вправе подать иск в суд общей юрисдикции на раздел совместно нажитого имущества и доказать, к примеру, что это личное имущество супруга, то есть не ваше. Предположим, что этот автомобиль покупался на деньги, которые подарили на день рождения вашему супругу. Или этот автомобиль покупался за счет того, что автомобиль, который был ранее у вашего супруга, еще до брака, был продан уже в браке с вами и за счет этих средств куплен новый автомобиль. Это пример. Если суд общей юрисдикции вынесет решение о том, что это личное имущество вашего супруга, а в банкротство идете вы, то этот автомобиль в процедуре вашего банкротства участвовать не будет. То есть он будет сохранен за вашим супругом. Чем я могу быть для вас полезна? Своим подписчикам каждую неделю в среду в 12 по Москве я провожу прямой эфир и отвечаю на вопросы по банкротству и списанию долгов. Поэтому подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также я со своей командой успешно провожу процедуры по всей России и мы доводим до результата всех наших клиентов. Если вам нужна помощь в проведении процедуры или бесплатная консультация, подходит вам банкротство или нет, контакты на сайте katraeva.ru, либо в описании под этим видео. Бесплатная консультация только для тех, кто еще не работает с юристами и не в процедуре. Также я обучаю юристов и повышаю квалификацию действующих банкротных юристов, чтобы вы смогли зарабатывать больше на банкротстве физических лиц и помогать людям списать долги. Подробности также на моем сайте katraeva.ru. А для тех граждан, которые хотят узнать, что такое банкротство и хотят разобраться в каких-то нюансах перед тем, как доверять юристам свое дело, у меня есть лекции по самостоятельному банкротству и банкротству от А до Я. Приобрести их можно каждой за 990 рублей на сайте katraeva.ru. Давайте теперь обсудим схемы, которые используют юристы в обход закона. Первый вариант, самый популярный, это сделка. Сделка с третьим лицом, не заинтересованным по рыночной стоимости. Эта сделка оспариваться не будет. Однако вопрос может встать вашей добросовестности. Куда вы потратили деньги с продажи имущества? Выплатили ли вы что-то кредиторам? Куда вы потратили деньги? И в связи с недобросовестностью, суд по итогу с вас долги может не списать. Как один из вариантов можно использовать. Второй вариант, это договор займа и отступное через суд общей юрисдикции. Я рекомендую с этим вариантом быть поосторожнее. Есть риски и нюансы. И возможность, что эта сделка будет оспорена по статье 61.3 закона о банкротстве, как преимущественное удовлетворение. Преимущественным удовлетворением может быть не только платеж или перевод, но и передача имущества. Третий вариант, который используют юристы как схему, это договор займа и договор залога. То есть передача имущества в залог. Однако здесь опять же есть риски и нюансы. И с этим вариантом я рекомендую быть осторожным. И вообще с этим вариантом схемы, применение схем перед подачей документов на ваше банкротство, и что вы используете схемы по сохранению имущества, чтобы имущество сохранить и долги списать. Я вам рекомендую быть осторожными и понимать всю ответственность. Так как при завершении процедуры суд может от долгов вас не освободить. Вывод активов перед банкротством это не освобождение от долгов. Может быть. Ключевое слово может. Поэтому вы должны себе задать вопрос. Что вам важно? Списать все долги и вы готовы пожертвовать вашим автомобилем. Или вы хотите и автомобиль сохранить, и долги списать, но и на риски вы готовы. И ответственность вы все понимаете. И не слушайте тех юристов, которые вам зуб дают за то, что никаких последствий за это не будет. Вам всегда проще продать то, что вы хотите слышать. Наобещать вам того, что все будет сохранено. Да, это жестко. Поверьте, таких обращений от клиентов очень много поступает. Когда проблемы уже имеют место быть в самой процедуре. И гражданину уже помочь нельзя. И да, я не рекомендую банкротиться тем гражданам, у которых дорогостоящий автомобиль, который может покрыть все долги. Но эти граждане хотят и долги списать, и автомобиль сохранить. Здесь уже есть риски очень серьезные. Хочу сделать выводы по этому видео. Цель процедуры банкротства это освобождение добросовестного гражданина от всех долгов. А если гражданин начинает химичить, то по итогу процедуры от долгов он может не освободиться. Если у вас есть какие-то сомнения по вашему имуществу, вы хотите узнать, возможно ли его сохранить в рамках, которые предусмотрены законом, я рекомендую вам обратиться ко мне за консультацией. Консультация бесплатная. Контакты на сайте katriaeva.ru И если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok